Здоров, чуваки! Сегодня началась распродажа на Алиэкспресс. Очередная распродажа. Еще месяц назад была распродажа по чайфай-продукции, по смартфонам различным. И опять... Опять есть возможность приобрести с хорошими скидками. И, как всегда, магазин Hi-Fi Go Store предлагает нам посетить его, так сказать, закрома и посмотреть, что почем продается у них. Особенно со скидочками. Давайте посмотрим. Гибридные наушники Aful Explorer. К сожалению, на них нет скидки. Потому что это абсолютнейшая новинка. И я ее уже заказал. Я заказал уже, ко мне уже едет эта самая новинка. Это будут интересные наушники. Я очень на это надеюсь. Tanjin for you. Наушники, на которые я сделал обзор вчера, но еще не выложил его в открытый доступ. Уже смонтирован, уже добавлен на YouTube. Вот, наверное, завтра я открою доступ и вы посмотрите. Рекомендуйте наушники. Это хорошие наушники с техничным звучанием. Отлично подходят для каких-то тяжелых жанров, типа New Metal, Power Metal. Отлично наушники подходят для джаза. Они великолепны на верхах. У них LCP-диафрагма, динамический драйвер. Но звучат, как будто там потрясающая арматурка на верхах стоит. Очень классные детальные техничные наушники. Обзор будет вот сегодня-завтра вечером. И вот такие амбишуры заказал себе. Едут ко мне в посылки. Не знаю, когда еще прибудут. Скоро нет. Но вот тоже велеты заказал. Потому что все Clarian да Clarian. Советую, рекомендую. Хорошие-хорошие. А тут обратил внимание, что некоторые блогеры все вельвет, вельвет. Мя-мя-мя-мя. Я такой, ну ладно, закажу, посмотрим. Ценник, ну как бы, кусучий. Но вот со скидкой. Но все равно он дороговастый. Хотя я не знаю, как эти амбишуры звучат. Может они супертоп, еще лучше окажутся, чем Clarian. Но посмотрим. Вообще заказал. Если что, обзор будет на... Ну не обзор отдельный на амбишуры. Но в обзорах я буду рассказывать, что они себе представляют. В обзорах с другими наушниками. Shanling H2. Да, это, конечно, не четвертая модель. Это вторая. Но скидочка на нее есть. Почему бы и не поинтересоваться ей. Опять же, вот так если посмотреть. Что из себя представляет этот Shanling? 43-198. Ну считайте, от Sirius Logic это топовый чип на сегодняшний день. Для любителей беспроводного соединения есть Bluetooth 5.0. Посмотрите, может быть кому-то приглянется. Потому что я знаю, есть любители Shanling. Вот тут скидочка на них. Да, модель не новая, но тем не менее. А вот эти красавцы, мимо которых не стоит проходить. Я это говорил уже на своем обзоре. Недавно, несколько дней назад, я сделал обзор на Kineru Celeste Relentless. И мне они очень понравились. И я еще тогда сказал, что, ну это пушка. Их стоит обязательно, наверное, взять в коллекцию. Они очень крутые. И сейчас на них скидочка. А так они стоили 16,5, я помню. Когда я заказывал их еще, 16,5. А сейчас 13,500. То есть, представьте себе, 3 косаря скинули. Я не знаю, сколько будет длиться распродажа. Написано 21 час. Ну сколько, сутки что ли распродажи? Да что-то такого не бывает. По-моему, дольше распродажи. Тем не менее, вот скидка есть и в наличии 184 штуки. Если кто-то хотел себе Kineru Relentless после обзора там, то вот, пожалуйста. Здесь имеется со скидкой. Ну все вы прекрасно знаете тоже. Месяц назад у меня был этот сап усилитель на обзоре. Я его советовал как мелодичный, музыкальный. Такой слегка, наверное, чуть-чуть тепловатый. Мягкий немного звук, очень приятный именно для музыкального прослушивания. Он стоил 8 с копейками. Там 7500, 7800. Сейчас за 6,178 рублей. Так что, если что, это реальная скидка. Это реально работает. То есть, это не накрученный ценник. Это вот по факту эта скидка сделана. Наушники Arivetti. Заказал. Не знаю, ребят, не тестировал. Просто показываю, что они есть. И скидка сейчас на них в данный момент почти 3000 рублей. Мне эти наушники интересны. Какие они будут по звучанию, хорошие или не очень, я не знаю. Arivetti ни разу не слушал. И поэтому интересно. Кто из вас в курсе, что это за компания, какие наушники она производит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, конечно же, мимо Pula, куда мы пройдем? Никуда. Pula, все вы знаете прекрасно, есть CK-LVX-D41 наушники, которые... А есть Pula PA-02. Одни и те же наушники, по сути, только эти сейчас продаются со скидкой. Те же самые CK-LVX-D41. Просто у них другой фейсплейт, другое название. А в одной шарашке, в одной компании это все производилось. Поэтому название разное. Кто хотел себе CK-LVX, посмотрите, у меня на обзоре они есть. Те же самые хорошие, качественные, классные наушники. В среднем они стоят там в районе 16 тысяч рублей. Сейчас отдаются за 12. У Hi-Fi Go они стоили 14. Уже адекватный ценник. И за 12 их вообще, наверное, сладкая цена стоит взять. Ну, кому нужен музыкальный, басовый, красивый, хороший, живой, теплый, мелодичный, мягкий звук. Вот их я могу рекомендовать. Хорошие музыкальные наушники. FX Audio DR-07. Делал я на него обзор. Здесь нет балансного выхода. Здесь есть 3,5 выход и 6,3. То есть, ну, чтобы переходник не использовать. Просто два гнезда. Интересный аппарат. Он очень такой зернистый, очень четкий на верхах. Но без балансного выхода я не знаю, кому он подойдет. Если у вас единственное, что, наверное, наушники на сингле, и вы не планируете переходить на баланс, то почему бы и нет. Ну, а в противном случае это, конечно, минус, то, что у них нет балансного. Но, с другой стороны, плюс то, что сделали скидку на них. Mondrop Davon Pro. Кто только не снимал на них обзоры, я не снимал на них обзоры, на эти свистки. Ну и ладно, я на другие снимал. Но, в любом случае, люди их рекомендуют, люди их рекламируют, собственно. 4 косаря он стоит, скидка небольшая. Но, кто хочет сэкономить, и кто давно хотел себе свисточек от Mondrop, почему бы и не заглянуть. Офигеть. Ребята, клонары, которые я рекомендовал, хорошие, отличные, я бы даже сказал, планарные наушники, которые стоят 13 тысяч, в хай-фа уголке стоят 9 косарей. По скидке вообще 8. По-моему, месяц назад приблизительно такая же скидка была. Где-то за 8,5 они продавали что-то такое. Однозначно, да, рекомендую. И еще в своем обзоре я тогда сказал, что... Тут можно, кстати, кабель выбрать 3,5-4,4. Я сказал, что это одни из лучших планаров, даже, пожалуй, лучшие планары. Вот в ценовой категории там до 15 тысяч рублей. Если ковырять, выбирать, это будут лучшие планарные наушники. Ну, конечно, как без этого. Роза Техникс. Квайт Си они называются, по-моему, да? Эти наушники. Мне они понравились. Еще раз. Они в основном стоят 4,5. Около пятерика. Вот эти наушники. Квайт Си от Роза Техникс. А внутри, когда ты раскрываешь коробочку, от них пахнет... Ну да, Квайт Си. От них пахнет одеколоном. Ну, льдухами какими-то. Роза Техникс все свои наушники пшикает, дезодорирует. И они прикольно пахнут. Мне они понравились. Обзор есть на канале. Вы можете посмотреть и убедиться. Я еще тогда говорил про них, что наушники отличные. Есть разная расцветка, есть разные кабели. Вот здесь можно выбрать. Я их рекомендовал. Они приятно звучат. Я уже точно, прямо сейчас досконально не вспомню. Это давно уже было, несколько месяцев назад. Ну, по наушниковым меркам это давно было. Но они мне понравились. Поэтому кому вдруг интересен внешний вид наушников, кабелечки у них очень хорошие, посмотрите обязательно обзор на канале. Сделайте выводы. И здесь сейчас скидка вот за 3 900. Ну, это явно лучше, чем в районе 5. Все равно скидочка есть, это уже хорошо. И еще от Роза Техникс у нас скоро будет топовая моделька на обзоре. Вот такая пока. Ну, кто понял, тот понял. Но пока не буду говорить, что за модель. Если что, то через несколько дней появится она. Надеюсь, тоже пахнет духами. Хочется понюхать, что они там набрызгали. Ну и, конечно же, я не мог об этом не сказать. Потрясающая скидка. Просто дешевле не бывает. Великолепнейший кабель. Самый лучший кабель по самой низкой цене. Всего лишь 80 000 вместо 94 000. Ну, я надеюсь, вы выкупили рофл, поэтому приедем дальше. Вот на что стоит однозначно обратить внимание тем, кто ищет однодрайверную арматурку. Где вот одна арматурка и больше ничего. Здесь всего один арматурный динамик. И здесь резонанс, резонатор Гельмгольца установлен внутри наушников. И стоят они 9000. Групп говоря, там 9200. В основном у них ценник в районе 11 плавает. Там 10, 11. Здесь сейчас за 9200 их продают. Через 21 час они будут стоить. Но, понятное дело, что мы сейчас уже туда смотрим. В будущее немножко на сутки. Снова возвращаемся к тому, что было месяц назад. Потому что я помню, я этот сап-усилитель рекомендовал. Он у меня был на обзоре. Я знаю, насколько он крутой, как хорошо он звучит. Здесь можно выбрать либо смартфонную версию для андроида, либо смартфонную версию для Apple. Вот одной из них. Здесь не ошибетесь, когда будете приобретать. Здесь кабели просто разные в комплекте. Стоит он 9250 рублей. Ну, через 20 часов они так будут стоить. Обычно они стоят в районе 12-13 тысяч. Здесь обычный ценник 10200, что уже хорошо. Плюс еще и скидка будет 9200. Так что обратите внимание. Я в свое время, когда он выходил, этот сап-усилитель, усиленно его рекомендовал. Мне он очень понравился, как один из лучших, которые я тестировал. Интересная модель. Гибридные наушники QTX. Один динамический драйвер и 6 балансных арматур, что-то в корпус напихали. Вообще их много разновидностей. Их целых цветов. Я имею в виду не разновидностей, а цветов. Это те самые Rosatechnics наушники. Их цветов, наверное, то ли 5, то ли 6. Есть даже в металлическом корпусе. У меня они в металлическом корпусе. И у них отдельно ЦАП еще идет к этим наушникам. ЦАП-ЦАРАП. В общем, наушники, которые я пока не знаю, как звучат, честно говоря. Я их еще не тестировал. Но собираюсь это сделать. Кенера, Селест, Плутус Бист. Хит своего времени. Когда они были у меня на обзоре, я сказал, что это мелодичные музыкальные наушники. По-моему, на прошлом обзоре скидочных, распродажных вот этих видосов я тоже про них говорил. За 7 косарей они продаются сейчас. В данный момент. Так они 8, 8300. 8500, 8800 даже встречал их. А здесь за 7000 они выставлены. Так что, если что, дерзайте. Если кто-то до сих пор не закрыл свой гештальт по поводу великолепно красивых Плутус Бистов, закрывайте гештальт. 7000 они стоят. Есть разные. Можно выбрать одноцветные желтые. Можно выбрать разноцветные синие и желтые наушники. Идут в комплекте разноцветные. А можно выбрать просто синенькие наушники с синенькими фейсплейтами. И у них комплектация интересная. Красивый кейсик, там щеточки, пехоточки. В общем, все вот эти вот. Кенера любит всякие фигурки вот эти металлические. Так что дерзайте. А это не новинка. Это уже старинка, так скажем. Плеер, которому, по-моему, уже три года. Shanling M3X. Я просто к тому, что он обычно стоит в районе 35 тысяч рублей. А здесь он продается за 25. То есть, минус 10 косарей, грубо говоря. Если вдруг у кого-то, опять же, незакрытые гештальты по Shanling, вот есть в наличии. На десятку дешевле, чем обычно стоит. Кенера Селест Феникс Кал. Отличные наушники для электронной, особенно электронной танцевальной музыки, потому что у них подзадранный так сильно медбас подзадранный. В остальном очень неплохие, тоже очень интересные наушники. В среднем стоят 12-12,5 тысяч. Продаются за десятку. Кто хотел Кенеру с пичками вот эту вот, тоже есть разноцветные. Здесь есть синий фейсплейт, есть разноцветные корпуса, есть одноцветные. В общем, выбирайте. Афул Перформер 8. Достойные наушники. В среднем они стоят в районе 35 тысяч рублей. Сейчас продаются за 29 800, ну почти 30. Грубо говоря, на пятерик их подскинули в цене. Ну и здесь можно еще подешевле выбрать комплект с амбушюрками или без. Тут различные амбушюры еще идут. Потыкайте сюда, посмотрите. Вот эти наушники совсем недавно были у меня на обзоре. Они приблизительно так и стоят. Где-то 8-8,5. Вот их цена варьируется. Мне они понравились. Я вообще не любитель блютуз наушников. Но вот к этим прямо расположение какое-то определенное было. Хорошо звучат, великолепно. После прогрева вообще шикарно. Ну, для блютуз наушников по этой ценовой категории. В общем, ценник у них в среднем 8,5 тысяч. Хайфа-Гоуки почему-то задрали его. Может быть на старте продаж он был подешевле. Потому что это все-таки магазин Хайфа-Гоу. А я их брал непосредственно, заказывал у официального, у БГВП производителя. Там они были подешевле. Где-то 8,5 они, по-моему, стоили на тот момент. А здесь они, ну, видать, с наваром со своим выставили. И тут скидку нарисовали. Но в любом случае 8,300 это дешевле, чем 8,500. Так что кому нужны хорошие, действительно классно звучащие наушники, их еще и по кабелю можно слушать. Кстати, тут сюда же не только по аккумулятору. Сюда и кабель можно подключать. И они будут у вас проводные. Это, по-моему, первые наушники, которые можно и по проводу слушать, и без провода. Внимание! Кто интересовался кабелями для наушников, посмотрите сюда. Три сменных разъема. Красивый, великолепный, с виду, внешне, по крайней мере, кабель. Но я уверен, что звучит неплохо, потому что кабель от Кенеры. Вот опять же, 4,5 и 3900. Все-таки какая-никакая, но скидка. А плюс в том, что у них сменные коннекторы. Вы можете их и по синглу слушать, и по какому-то старому балансному устройству. Допустим, если у вас плеер какой-нибудь древнючий, у которого 2,5 вход, тоже балансный. И современный 4,4 пентакон, так называемый. Так что, кто искал кабель, смотрите сюда. Еще один кабель от компании DUNA. Как вы знаете, DUNA себя тоже хорошо зарекомендовали. Они делают высококачественные наушники. В основном в среднебюджетном и ближе к верхнебюджетному сегменту. Хотя есть у них и довольно бюджетные модели. И вот у них кабель в тряпочной оплетке. Обратите внимание. Понятное дело, что там идет пластиковая изоляция и тряпочная обмотка сверху. Симпатичный коричневый кабель. Тоже есть сменные коннекторы. И здесь есть два варианта. MMDEMS вот этот вот MCX. И есть, естественно, 2PIN 078. Но ничего страшного, если у вас 075 наушник, это не критично. И так, и так, это взаимозаменяемо. То-то где-то туже будет, а где-то посвободнее. Но в любом случае, тоже кабель. И он подешевле, чем предыдущий. Но и попроще, вероятно. Там все-таки и коннекторов больше, и сам он как-то более разноцветный, более синенький, так скажем. Но в любом случае, 2800 без скидки. Но опять же, если со сменными коннекторами нужен кабель от известной компании, то почему бы и нет. Знаю, среди моих зрителей есть один поклонник и обожатель и любитель этих наушников CCA PLA13. Ишь, привет тебе. Зашел сюда просто привет тебе передать. Мундроп пара, полноразмерные планарные наушники, которые стоят 24,5 тысячи рублей. Конечно, у них довольно странное оголовье, дуршлаг такой, алюминиевый в дырочку, в сеточку. Но это планары за 20, грубо говоря, за 25 косарей от довольно известной фирмы. Так что, кто хотел, самое время нажимать на педаль и бежать заказывать, потому что скидка, действительно скидка есть. Офигенно красивый кабель от Nice Check'a. Red Lava называется. Просто потрясающе выглядит. Ценник 3800. Ну, от Nice Check'a у меня только наушники были. Я не знаю, как звучат их кабеля, ребят. Выглядит красиво. Но на звучание не знаю. Если кто-то будет брать, берите на свой страх и риск, как говорится. Потом напишите в комментах, понравился вам кабель или нет. Но я думаю, что за такие бабки говном не должны торговать, честно говоря. Скидка поразительно огромная. Но, видать, они у них застоялись, эти кабеля. И по огромной цене. Поэтому они сливают их по себестоимости. Вероятно, по которой у Nice Check'a их брали. Наушники были. С эквалайзером ничего так. Но можно, но не обязательно. А насчет кабелей не знаю. Хотя у Nice Check'a есть хорошие модели насчет наушников. Правда, хороших от Nice Check'a у меня не было. А вот кабелек, конечно, интересный. Может заказать. А вот это новинка. Это блютуз заушины, который можно цепануть к любым вашим внутриканальным наушникам с креплением 2-пин. Наушники от Mondrop. Точнее, не наушники, а вот эти блютуз заушины. Каждый блютуз заушины, который вы цепляете в свои индивидуальные наушники. И уже вот так ходите с ними, слушаете. Да, здоровенные такие елдометры. Но емкостные аккумуляторы там стоят. И вроде как неплохой звук туда завезли. Ну, вы знаете, я как противник всего блютузного, не то чтобы рекомендовать их или не рекомендовать, но я бы так сказал, ну, дешевле на косарь, чем обычно. Так что если кто-то очень сильно горит желанием получить что-то беспроводное от Mondrop, именно, но со своими наушниками, то, как говорится, ваше дело. А Шанлинги все дешевеют и дешевеют. Совсем недавно он стоил 35 тысяч, уже за 27 продают. О, видели? Как летят цены. А если что, довольно неплохой аппарат. Виктор Саунд подтвердит. Виктор, привет. CCA Rhapsody. Шесть драйверов в этих наушниках. Два басовых динамических драйвера и четыре балансных арматуры. Были у меня они на обзоре. Я еще тогда сказал, что какой-то вау-эффект для начинающих они могут дать. Здесь два переключателя, которые регулируют саб-бас, которые регулируют мид-бас и серединка и верхние частоты. Наушники зайдут любителям KZ различных. Тем более CCA это главная компания, такая корпорация, от которой уже KZ отпочковалась. Ее дочерняя, это KZ-ка. А самое главное это CCA. Так что тот, кто новичок, хотел войти в какой-то мир чайфая, вот начать можно непосредственно с них. Они недорогие. Адекватный ценник за такой, в принципе, звук. Наушники, которые чуть ли не боготворит Александр Синертеч, чуть ли не молится на них, извиняюсь за выражение. Кстати, если что, Александр, привет, хороший чувак. Интересно рассказывает. 33 тысячи. Честно говоря, по-моему, они там в районе 35-36. А скидочная цена 33 косаря. Мягкие, теплые. По словам Александра наушники. Очень мелодичные, мега музыкальные. Так что, кому не терпелось, вот скидочка. Ну и, конечно, у них танк за амбишуэр идут, которые мне абсолютно не нравятся. Вот эти амбишуэры просто считают, типа, нахер они нужны, не знаю. Многие их расхваливают. Мне не зашли амбюшки. А наушники интересно было бы потестить. Завершая сегодняшний обозревач на распродажу Hi-Fi техники, мы посмотрим на вот этот вот замечательный ЦАП-усилитель от FX-Audio DS07. Он был у меня на обзоре. Я подключал его к колонкам, тестировал. Есть видео на канале. Мне он очень понравился. Это действительно хороший ЦАП. К нему еще нужен усилитель. Обычно они продаются по раздельности. Можно их заказать вместе. Они из одной серии. Они одинакового роста, одинаковой высоты. Единственное, что усилитель будут подлиннее в длину. А так они можно один на другой поставить, можно рядом их поставить. То есть они гармонично сделаны. У них морда в одном и том же стиле выполнена. Я думаю, если по магазину здесь пошарятся, мы еще и усилитель для него можем найти. И это ЦАП. К нему нужен отдельно усилитель покупать. Либо для наушников, либо для колонок. То есть тут смотрите сами, что вам интереснее. Но ЦАП этот действительно хорош. Ох уж этот фотошоп просто великолепен. Колонка вот так вот повернута. Усилитель, Динон или что это отсюда непонятно. Это тоже сюда вкрячено. Просто вкрячено фотошопом. Ну колонки, это конечно кринжово так сделано. Ладно, пускай. В общем, очень годная, очень достойная вещь. В среднем она и стоит 18-19 косарей. Вот это средняя моя цена. Они продают за 16700. Можно брать. Одобряю. Все, друзья. Ставьте лайки, чешите яйки. Пишите свои комментарии по поводу всего увиденного. Или может быть что-то у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу. И помните, что все эти распродажи на Алиэкспрессе, это конечно же хорошо. Но самое главное, берегите себя и приобретайте на распродажах. Субтитры сделал DimaTorzok